Музыка Физическая и социальная активность, как известно, существенно помогает реабилитации людей с инвалидностью. С её помощью они получают возможность укрепить здоровье, частично восстановить утерянные функции, интегрироваться в общество и даже открыть дорогу к спортивным достижениям. Помочь всему этому способна адаптивная физическая культура, к занятиям которой Центр адаптивного спорта Югры привлекает своих воспитанников с 2017 года. Адаптивной физической культурой в учреждении занимаются дети и взрослые с нарушением слуха, зрения и интеллектуального развития, поражением опорно-двигательного аппарата и детским церебральным параличом. Занятия строятся в зависимости от возраста и диагноза. Перед началом работы инструктор и психолог беседуют с родителями и будущими воспитанниками, чтобы подобрать максимально эффективную программу. Уникальность этой программы в том, что занятия у нас происходят индивидуально, и мы стараемся для каждого занимающегося подобрать свою программу, свои упражнения для укрепления личных мышц. Средняя продолжительность занятий с детьми – 40 минут, со взрослыми – 1 час. В разминку входят кардиоупражнения и легкие нагрузки. В основной части используются медболы, слэмболы, гантели и тренажеры. Инструкторы внимательно следят за процессом тренировок, фиксируют успехи занимающихся и стимулируют их прогресс. Занятия проходят в общем зале со здоровыми спортсменами. Это, с одной стороны, помогает социализации людей с инвалидностью, а с другой – их принятию в обществе. Петериков, Витя. Ходим, занимаемся уже три года сюда на адаптивный спорт. Ходим с удовольствием, занимаемся, нравится. Пришли, ходили еле-еле, очень плохо. Двигались, ну и вот благодаря тренировкам, усилиям тренера, мы уже бегаем. Сегодня тренировки по адаптивной физической культуре центром адаптивного спорта ведутся в Ханты-Мансийске и Сургуте. За всё время работы, реабилитацию посредством физической культуры прошли уже 150 детей и взрослых. И часть из них таким образом открыла для себя дорогу в спорт. Ведь из окончивших данную программу формируется резервный состав для участия в начальных этапах подготовки по различным адаптивным дисциплинам. В числе которых – лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, слэдж-хоккей и другие. Хочу стать чемпионом всего мира, всех стран. Продолжение следует...